Санитарная обстановка Сочи на особом контроле. Совещание с участием инспекторов и заместителя полномочного представителя президента в ЮФО на курорте с начала года проводят регулярно. Так как тема очень острая и связана с жесткой реакцией и нежеланием ряда оппонентов что-либо делать, то ее под прицел взяли федеральные власти. Проделана определенная работа. Утверждена дорожная карта по развитию жилищно-коммунального хозяйства края. Сформирована межведовственная комиссия. Работают рабочие группы по обследованию мест сброса восточных вод. Появляются несанкционированные врезки. Промежуточные итоги этой работы озвучил глава Сочи Анатолий Пахомов. Положительная динамика есть, отметил мэр. На предмет сбросов стоков уже обследовано около 13 тысяч объектов. Мониторинговые группы продолжают работать в ежедневном режиме. С начала года уже 1208 абонентов подключились к центральной канализации. Еще больше 2500 получили техусловия на подключение. Ежедневно заместитель главы, который курирует работу ЖПХ вместе с рабочими группами, занимается тем, что обследует и мотивирует, и принимает участие в ликвидации случаев незаконных сбросов. Но могу сказать, что администрация города очень тесно работает с Роспотребнадзором, Росприроднадзором. Руку на пульсе держат и краевые власти. Вице-губернатор Кубани Сергей Алтухов рассказал, что проблема канализационных стоков характерна не только для Сочи, для всего Черноморского побережья. Решают ее путем строительства новых сетей и активной работы с населением с призывом установить локальные очистные сооружения. В Сочи ситуацию контролируют 13 специальных групп, но разъяснительная работа не всегда дает свои плоды. В борьбе за экологию курорта приходится идти на крайние меры. Введено ограничение водоснабжения. Действительно, это одна из, может быть, непопулярных мер, которые сейчас мы вынуждены применять для того, чтобы каким-то образом преломить имеющуюся тенденцию. На совещании предложили не просто отключать жителей от воды, но и Сочи водоканалу расторгать с такими абонентами договоры. Кроме того, ввести ответственность вплоть до уголовной. Также проблему со стоками поможет решить схема водоснабжения и водоотведения. Ее дорабатывают уже в этом году. Средства на реализацию программы в бюджете заложены. Помимо этого, городские власти надеются, что изменения в законодательстве, которые грядут с 1 сентября, запрещающие узаканивать самовольные объекты в судах, должны помочь решить не просто проблему самостроя на курорте, но и стоков. Ведь зачастую именно такие неподключенные к канализации самовольные строения наносят самый большой вред экологии курорта. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Борис Осин, телекомпания ФКТ.